Ритм в композиции 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 Так, это у нас альбом называется «Благовещенский собор Московского Кремля» и «Сретение первой половины XV века», да, ну, соответственно, Москва. Вот здесь у нас другая композиция. То есть, что мы здесь видим, да, мы здесь видим тоже, конечно, вертикально, видите, она смещена в правую часть. И, по сути, мы имеем здесь вот движение сюда, да, которое занимает, ну, в общем-то, наверное, ну, если не две трети, то, во всяком случае, вот близко, может быть, три пятых изображения. Вот, соответственно, вертикаль здесь задаётся вот этой вот стеночкой, да, более тёмной, на фоне которой нимб с этой стороны, нимб Симеона, он более заметен, да. То есть, у нас, как бы, получается, вот здесь вот, как бы, больше, да. Интересно, как это сами, что думали об этом сами авторы, да. Тут у нас тоже что-то идёт, да, то есть, идёт такой вот ход, да, сюда и вот так вот сюда. А здесь ещё вот такая диагональ изогнутая, да, и, получается, вот уже такой пошёл. То есть, сюда динамика, более динамика там, а здесь вертикаль, да, динамика, динамика, динамика. То есть, здесь нечто более живое такое, как бы, пришло, да. Тут такая более статика такая, больше, как некая такая застылая такая больше. Вот. Так вот, видите, тут лесенка, да, соответственно. И вот тут, получается, у нас движение фигур вот такое вот, да. Такая S-образность некоторая, да, есть. Такая вот дуга отсюда выходит. А здесь такая вертикаль. Раз. И вот так вот у нас здесь. Наверное, вам отсвечивает же, всё блестит, простите, дамы и господа, я что-то совершенно об этом не подумал. Вот такой вот вариант композиции мы здесь видим. А вот это у нас похожая икона, кстати, обратите внимание, да, похожая. Немножко чуть-чуть другая композиция, но похожая. И это у нас снова Новгород, 3-4-15 века. Что мы здесь можем с вами констатировать. Так, ну вот у нас здесь пошли вертикали вот так вот, да. Горизонталь. Фигуры. Сколько занимают они места? Здесь где-то вот столько, да, они занимают места. Диагонали здесь. Здесь такая дуга. Ну, то есть вот набор тех же самых элементов, да, которые мы видели здесь. И здесь ещё одна вот такая вот. Может быть, она здесь тоже была, просто была утрачена. Такая часть, да, вот так вот. Тоже здесь ещё одна, кстати, вертикаль, да. И вот здесь вертикаль, да. И, соответственно, тут у нас сейчас надо посмотреть с точки зрения пропорции, потому что я рисую немножко сбоку от камеры по-другому. Поэтому вижу всё немножко искажённо. Фигура Симеона, она здесь у нас большая такая, да. Вот эта фигура большая, правая. Здесь снова вертикаль. То есть здесь разнообразный набор вертикалей, создаёщих ощущение такое, ну, достаточно такое мощное, как бы уверенное такое, да. Самая архитектура, да, такое ту-ду-ду-ду. И, соответственно, здесь, наоборот, такое движение сюда. Да. Да. Такие вот ритмы ступеней, да, у нас. И вот так вот. Вот так вот. Так вот, да, такая вот дуга здесь, да, обратите внимание, интересно. Вот. Ну, то, что как бы само вообще, на самом деле, конечно, можно дольше разбирать каждую икону. Наверное, сейчас говорим о каких-то таких вот основных моментах. Так, вот это у нас пример Волок до XVI век. Пишут, что под влиянием Москвы. Давайте мы посмотрим, что здесь у нас бросается в глаза. С точки зрения, да, с точки зрения, как же так встать, чтобы ничего не блестело вам, да, сюда в кадр. Более статичная как будто бы, хотя просто более приземистая, да, композиция как будто более приземистая. Вот у нас здесь получается такие горизонталь, вертикали, да, также. Достаточно мощная, конечно, правая фигура. Большая, такая, как такой, валун такой, да, своего рода. Так. Чуть ли не половину, да, чуть ли не половину изображения уже занимает вот эта фигура. Ну, в общем-то, аналогичные такие вот здесь моменты и горизонталь. А здесь такая вот вертикаль. Тут, получается, видите, больше было ощущение динамики за счет вот этой вот, вот этой вот линии, да, за счет этих ритмов, некоторой большей вытянутости. Ну, не столько динамика за счет вытянутости, но насколько все-таки какая-то все равно такая большая, может быть, меньшая, наверное, как бы распластанность, да, наверное, так. То есть здесь как-то немножко все основательнее, мощнее, спокойнее в чем-то, да, в том, что вот оно более, как бы, вот формат более, такой, побольше по горизонтали, да. Вот здесь, соответственно, мы видим две активных вертикальных линии, да. Так вот, раз, два, и здесь, смотрите, такое, раз, и сюда, так вот. Вот примерно так. Вот, ну, вот такая у нас попытка с вами рассмотреть какие-то характерные моменты, связанные с композицией, да. На примерах Сретения конца 14-го, 15-го и, видите, 16-го века. Здесь ближе, да, здесь ближе, здесь вот так вот. Еще вот такая вот линия, да, идет. Здесь тоже немножко поближе, да, вот так вот сюда. И здесь поменьше. Трещина, да, пошла, поэтому тоже дает такой интересный вертикальный ритм, а это получается, да, у нас. Так вот, да. Так, ну, вот так мы попробовали что-то посмотреть. Давайте будем надеяться, что нам удастся дальше продолжить разговор о композиции икона. Спасибо вам за внимание. Всего доброго, дамы и господа. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok